О том, что здесь когда-то был закрытый военный городок, сейчас напоминает этот постамент Тула-50. С расформированной воинской частью кануть в небытие мог и расположенный рядом поселок. Но в конце 90-х было решено разместить в славном филиал тульского оборонного предприятия. Сейчас на нем трудится больше 400 человек. В основном местные жители, бывшие военные. Здесь проходит окончательный этап сборки ракет для таких военных комплексов, как Корнет, Панцирь, Аркан, Метис. Предприятие Первый пункт в рабочей поездке Алексея Дюмина в поселок. Губернатору рассказывают, в этом году на заводе создали дополнительно 40 новых рабочих мест и появится еще столько же. Наше снаряжательное производство обеспечивает порядка 85% рабочих мест здесь на территории, если даже не больше. Работают люди не только со славного, люди работают с ближайших населенных пунктов Арсеньева, Чернь. Есть люди с Орловской области, Самценска. Поэтому, если бы, конечно, здесь не было бы КБП, непосредственно снаряжательного производства городка бы не было, скорее всего. Продукция предприятия востребована, идет не только на вооружение российской армии, но и на экспорт, отмечает Алексей Дюмин на встрече с коллективом. Работа будет, об этом волноваться не надо. Люди интересуют решение житейских вопросов, губернатор просит помочь с решением медицинских проблем. В поселке есть фельдшер, но скорая работает только днем, по ночам машина ездит из Арсеньева. Ждать приходится долго. Над созданием круглосуточной неотложки подумает, обещает Дюмин. Нужен у свой участковый. Один полицейский обслуживает сразу несколько населенных пунктов. В славном бывает редко, из-за чего криминальная обстановка страдает, жалуются люди. Проработают вопросы с реконструкцией очистных сооружений. Они не ремонтировались с момента постройки, а с 2014 года и вовсе находятся в конкурсной массе. Нужны новые очистные, но цена вопроса почти 100 миллионов рублей. Это при том, что бюджет поселку чуть больше 60. Однако проблема назрела, ее необходимо решать. Но для этого местные власти должны проявлять большую активность, говорит Дюмин. На вопрос главного испанского образования, вы что для этого сделали? Вот проектная документация была разработана в 2013-2014 году. Да, правда. И больше никто с 2013-2014 года ничего не делает. Я не могу взять просто деньги точно и дать вам на ваше сооружение, для того, чтобы его восстановить. Хотя актуальность, понимаете. Если не будет первых шагов именно с главы, с мест. Обсуждение проблем продолжается на встрече с населением поселка Славное. Он проходит в местном ДК. Большегрузы разбивают дорогу, продолжают жители. Чтобы сэкономить на системе Платона, не объезжают трассу М-2 по местным дорогам. Алексей Дюмин отвечает, проблема общая для всего региона. Сейчас в области два передвижных весовых пункта контроля. В этом году закупят еще столько же. Губернатор поручает совместно с ГИБДД провести в поселке рейды по выявлению нарушителей. Что-нибудь придумаем и посмотрим, чтобы точно какое-то воздействие было. Это такой вопрос, он не только у вас касается, во всех других образованиях муниципальных то же самое. И поэтому мы усиливаемся как раз техническими средствами, которые для этих целей и приобретаем. В многоэтажках худые кровли продолжают жители. Но ни текущего, ни капитального ремонта добиться люди не могут уже несколько лет. Дома приведут в порядок уже в этом году, заявляет Дюмин. В ремонте нуждается и поселковый дом культуры с ФОКом. В ДК нужно менять витражи. В спортзале прогнили полы, нет нормального освещения. Но для этого местным властям нужно самим быть активнее, снова призывает губернатор. Оказывается, заявку на ремонт ФОКа никто не подавал. Не видят своих проблем здесь, на местах, не заботятся об этом, не делают заявки, не звонят в колокола. Как я могу помочь? Все, что касается ремонта, делайте претензментную документацию и входите в региональную программу. А пока на средства фонда «Перспектива» Дюмин поручает приобрести для поселкового дома культуры музыкальное оборудование, а для ФОКа новые тренажеры. Проблем немало, решить их можно только совместными усилиями жителей и власти, резюмирует губернатор. На все вопросы будут найдены решения. В том числе установят в поселке и собственный банкомат. Сейчас, чтобы снять деньги, люди ездят за 30 километров в Арсеньево. Надежда Милехна, Роман Тюкин, Первый Тульский.